После бомбардировок американцами японских городов Хиросимы и Нагасаки появился меморандум Объединенного разведывательного комитета США, где были обозначены города Советского Союза, цели для атомной бомбардировки. Москва, Горький, Куйбышев, Свердловск. Это было страшное время, когда в огне ядерного пожара могла сгореть целая страна. Наша страна. Неимоверным напряжением сил наша страна сделала оружие возмездия, и планы агрессора так остались на бумаге. К созданию фильма про первую ядерную бомбу автор, главный редактор телепрограммы «Страна Росатом» Михаил Полунин подошел со всей ответственностью. Большую помощь ему оказали сотрудники музея ядерного оружия «Рфятсвнеев». Он очень добросовестно создал группу экспертов, и он им звонил очень часто, и они ему давали советы по различным моментам, которые касались для него не совсем до конца ясными. И таким образом этот фильм госкорпорации «Росатом» был сделан. В основу фильма легли архивные записи с воспоминаниями очевидцев и документальные свидетельства подготовки и испытания ядерного заряда РДС-1, которое произошло 29 августа 1949 года. Это важнейшее событие в истории страны. Проект стал выдающимся достижением КБ-11, ныне «Рфятсвнеев» и всей отечественной атомной отрасли. Он сыграл решающую роль в судьбе послевоенного мира, ликвидировав атомную монополию США и положив начало созданию отечественного ядерного щита. «Наша страна, потеряв 27 миллионов человек во время Великой Отечественной войны, не снимая шинели, наши родители вынуждены были начинать все сначала, но совершенно на новой технической основе». Создание РДС-1 дало толчок к развитию новых направлений фундаментальной и прикладной науки, появлению новых отраслей промышленности заложило научные школы. Оно стало фундаментом технологического лидерства атомной отрасли и России в целом во многих отраслях науки и производства, которые сохраняются и сегодня.